7 правил переписки с мужчиной. Ну, я просто общаюсь, мы просто общаемся, мы просто болтаем. А там будет видно, а там разберемся, почему мы годами, месяцами переписываемся и ничего не происходит. Конечно же, это приятно, да, когда мужчина тебе пишет «Доброе утро, добрый день, доброй ночи, как спалось, как ты покушала, приятного векита, приятного дня, приятного отдыха». Почему ничего серьезного не происходит и все, переписка, 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 переписка. Это для того, чтобы была интрига. Брать трубку не сразу, а со второго раза. отвечать вот тоже коротко, отвечать сухо или ни в коем случае не ставить смайлики. Привет, меня зовут Ярослав Самойлов, я психолог, эксперт в отношениях, создатель образовательной компании «Фаза роста». И перед тем, как мы перейдем к видео, прямо сейчас ставь лайк и подписывайся на канал. Первое правило – цель переписки. Ответь сама для себя, зачем я переписываюсь, какой мой идеальный результат этой переписки или хотя бы следующий этап, следующий шаг. В чем проблема? Большинство девушек, они как переписываются? Она думает, ну, в смысле цель, в смысле какой результат? Ну, я просто общаюсь, мы просто общаемся, мы просто болтаем, а там будет видно, а там разберемся. Это одна из причин, почему многие переписки затягиваются, и особенно во время курортных романов, романах, особенно в отношениях на расстоянии, особенно при знакомствах на сайте знакомств, особенно там с иностранцами или с мужчинами из другого города. Именно по этой причине большинство переписок заканчивается ничем, потому что по-честному девушка сама себе не ответила на вопрос «Зачем мне это? чего я хочу?». И мне кажется, как минимум целью переписки должен быть какой-то следующий этап, следующий шаг, потому что переписка ради переписки – это ни о чем. Мне кажется, что переписка должна иметь цель, например, созвониться с мужчиной, или, например, цель переписки – это встреча где-то на нейтральной территории, либо в его городе, либо он к тебе прилетит, либо если вы и так живете в одном городе, то где-то в городе. И при этом еще важно ответить на себе на вопрос «А когда это должно произойти? А когда я хочу, чтобы это произошло?». И понимаешь, тогда, если ты сама себе честно ответила «Я хочу, чтобы это произошло через год», ну тогда не удивляйся, почему у тебя переписка длится год. Если ты себе честно скажешь «Нет, я хочу, чтобы это произошло не позже, чем через месяц, или не позже, чем на следующий день, если вы живете, например, в одном городе». И опять же, многие девушки не задают себе этот вопрос, не отвечают себе, хотя бы себе честно на этот вопрос. Поэтому вы спрашиваете «Ярослав, почему мы годами, месяцами переписываемся, и ничего не происходит?». Да потому что себе, в первую очередь, нужно ответить честно на вопросы, самой перед собой нужно понимать, чего я хочу, чего я не хочу, какой мой идеальный результат, или хотя бы какой мой следующий шаг, и когда это должно произойти. Второе правило. Пожалуйста, не приучай мужчину, что с тобой можно переписываться 24 на 7. Конечно же, это приятно, да, когда мужчина тебе пишет «Доброе утро», «Добрый день», «Доброй ночи», «Как спалось», «Как ты покушала», «Приятного аппетита», «Приятного дня», «Приятного отдыха», «Приятного черепития», «Приятного кофепития», «Приятного завтрака», да. И кажется, вот так классно, так мило, мы общаемся, он уделяет внимание. И понимаешь, потом вы жалуетесь, вы говорите «Ярослав, почему он пишет, почему нет следующего шага, почему не зовет на встречу, почему не приглашает на свидание, почему кормит обещаниями, почему кормит завтраками, почему ничего серьезного не происходит, и все, переписка, 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 переписка». Именно потому, что возможно, что ты разрешила, что с тобой так можно. Понимаешь, ты заранее как бы мужчине не дала понять, мягко и спокойно, что да, ты мне приятен, да, ты мне интересен как мужчина, но я за встречу, да, но я за реальное общение. Мне бы хотелось, чтобы было вот так. А ты сама его причала, что с тобой можно бесконечно переписываться. Ты и притягиваешь соответствующих мужчин. Мужчина-переписчик, мужчина-писарь. Он тебе, он ничего в жизни не может, кроме как тебе написывать. Ну и с другой стороны тоже задаю себе вопрос. А откуда у нормального мужчины столько свободного времени, чтобы с тобой переписываться 24 на 7? Как бы это тебе ни было приятно на первых этапах. Еще раз резюмирую. Не приучайте мужчин, что с тобой можно общаться 24 на 7. Как это сделать? Например, когда ты видишь, что мужчина чересчур много пишет и ничего дальше не происходит. Ты ему скажи, ты мне приятен, ты мне интересен как мужчина, но я за реальную встречу. Я за реальное общение. И давай, когда ты будешь там в моем городе, или когда ты будешь готов там к свиданию, или когда ты будешь готов выпить кофе, ты меня пригласишь, и я с удовольствием соглашусь. Третье правило. Пожалуйста, забудьте про фишки. Отвечать не сразу, а минимум через 30 минут. Для того, чтобы была интрига. Брать трубку не сразу, а со второго раза. Отвечать вот коротко, отвечать сухо, или ни в коем случае не ставить смайлики. Это манипуляции. Это искусственное изображение из себя той, которой ты не являешься. И те тренеры, которые этому учат, пойми, пожалуйста, что рано или поздно вселенная вернет ответочку. Пойми, пожалуйста, что если ты манипулируешь, то есть что ты пытаешься сделать? Я сейчас из себя кого-то изображу, кем я не являюсь. Для того, чтобы в его глазах, во восприятии мужчины, выглядеть лучше, чем я есть. Или для того, чтобы вызвать у него какие-то эмоции по отношению ко мне. Пойми, пожалуйста, что если ты так мыслишь, если ты себя так ведешь, ты привлекаешь таких же мужчин, которые так же мыслят, которые так же мыслят, которые так же кого-то из себя изображают. Пока вы будете на начальных этапах, это не будет, наверное, заметно. Но потом вы спрашиваете, Ярослав, а почему мужчина ведет себя странно? Вначале у нас все было хорошо, а потом он ведет себя странно. Или почему мужчина меня не слышит? Или почему мужчина игнорирует мои просьбы? Или почему мужчина ведет себя вот так, а не иначе? Вот давай представим, ты мужчине не отвечаешь там полчаса на смс-ку. Со стороны мужчина не понимает, что происходит, и у него внутренняя такая паника происходит. Вот та же самая реакция у тебя происходит, когда мужчина ведет себя странно. И поэтому, если вдруг сейчас в отношениях, или у тебя было раньше такое, что мужчина с какого-то этапа начинал себя странно вести, спроси себя, а не вела ли я странно себя на каких-то предыдущих этапах или первых этапах отношений? Не если это ответочка за мое поведение. И знаешь, я просто сторонник того, что я транслирую то, к чему я призываю. Не учитесь изображать из себя тех, кем вы не являетесь. Потому что от правды не уйдешь. Рано или поздно правда, ну как бы, будет видна и будет очевидна. И я сторонник того, что не учиться актерской игре, а прокачивать свой собственный уровень, уверенность в себе, свою самооценку, понимание себя как женщины, понимание психологии мужчин, понимание психологии отношений. И тогда тебе, понимаешь, когда у тебя собственный уровень высокий, тогда у тебя нет потребности кого-то из себя изображать. Ты понимаешь, что даже я в состоянии сама собой, когда мне не надо кого-то изображать, я и так достойный, я нормальный, и поэтому мне не нужна никакая актерская игра. Более подробно мы это разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке под этим видео и успей записаться бесплатно. Четвертое правило. Смайлики в переписке – это окей. И я очень рекомендую их ставить. Знаешь почему? Потому что как минимум будет понятно, когда мужчина увидит твое сообщение издалека, ему будет понятно, что ему пишет не немецкий офицер, не генерал армии, а прекрасная, хорошая девушка, которая даже в переписке через смайлики показывает свои женские эмоции, показывает вот некую такую женскость, да, некую женская, потому что мужчины обычно в бизнес-переписках у них какая? Сухая переписка или когда бизнес-партнеры переписываются, или когда враги или соперники переписываются. Как ты думаешь, ставят ли они смайлики, сердечки, ангелочки, цветочки? Нет, они этого не ставят. И даже смайлики, они влияют на атмосферу и на то, как мужчина чувствует, когда общается с тобой даже в переписке. Поэтому смайлики – это окей, я их рекомендую ставить, и не слушая тех, кто говорят, смайлики – это плохо, переписывайся с мужчиной сухо. Пятое правило. Писать первой можно. Да, можно. И если ты напишешь первой, никто не умрет, никто не погибнет, и никакой трагедии в мире не произойдет. И от этого ты не перестанешь быть женщиной. Но есть обратный нюанс, по которому ты можешь иногда себя проверять. Когда ты потом смотришь вашу переписку, если ты видишь, что в более чем хотя бы 70% случаях ты пишешь первой, стоит задуматься. Это тогда повод задуматься. А точно ли ты интересна мужчине? И знаешь, я за взаимность. Это не значит, что нужно линейкой замерять в миллиметрах, кто больше текста написал, или кто в каких случаях ровно держать какое-то соотношение 50 на 50. Но есть ли у тебя ощущение, что, знаешь, есть такие мужчины, которые первыми не пишут, но когда ты им пишешь, они отвечают. Ты им первое пишешь, они даже позитивно отвечают. Но они редко пишут первыми тебе. И тебе кажется, ну вот же он же мне рад, вот же он же мне рад, вот же он... Если бы он не хотел со мной общаться, он бы мне не отвечал. Не заблуждайся. Еще раз, если более чем в 70% случаев ты пишешь первой, задумайся, интересно ли ты этому мужчине. Но писать первой, это в принципе нормально. Шестое правило. Почему не писал? Куда пропал? Че не отвечал? Просто, вот знаешь, даже если мягко спросить. Почему не писал? Куда пропал? Че не отвечал? Даже вот в спокойной форме, это же наезд и претензия. Это же претензионная замашка. И я тебе рекомендую, просто попробуй заменить ее на рада тебе, рада твоему сообщению, рада тебя слышать, рада тебя видеть, как дела. Ну вот в такой форме. И, конечно же, это при условии, если этому мужчине действительно рады и тебе интересно с ним общаться. Но если этот мужчина пропал и появился из ниоткуда, и ты не хочешь с ним общаться, ну просто сразу скажи, слушай, я спасибо тебе, что написал, но ты знаешь, у меня сейчас другие планы, нам не по пути. Верю, что у тебя все будет круто, но у меня уже там изменились планы, изменились приоритеты. Просто ответь, не нужно предъявлять претензию, не нужно отчитывать мужчину, просто ты можешь это, конечно, делать. Просто опять вопрос же, к чему это приведет, к чему это ведет, ведет ли это к тебе к счастью или не ведет. Просто отслеживай от себя, да, вот что-то я хочу мужчине сказать, а что мною движет, претензия или же мягкость и спокойствие. И знаешь, просто сейчас ты можешь мне не верить, а просто проверь, просто проверь. Замени претензионную форму, замени на «радо тебе, радо тебе слышать, как дела?» Просто попробуй. И седьмое правило переписок. Знаешь, вроде бы переписка. Вроде бы, да, там, в WhatsApp, или где-то в мессенджерах, или где-то там в Телеграме, или где-то в соцсетях, или в Инстаграме переписка. Но я очень рекомендую применять в переписке также фотографии и видео. Вставлять фотографии и видео, которых у тебя, ну, особенно которых у тебя нет где-то в соцсетях. Это также применимо в переписке с мужем, с мужчиной, с которым ты в отношениях, и также с мужчиной, с которым ты не в отношениях, и который тебе интересен. Ну, представь, ты пишешь там «Доброе утро», и присылаешь селфи, как ты красиво улыбаешься. И там едешь на работу, или едешь куда-то там по делам, или кушаешь завтрак. Или ты в течение дня, да, ты на работе, и присылаешь видео мужчине там «Желаю тебе хорошего, продуктивного дня, и приятного аппетита». И это на видео. Это усиливает, это усиливает, это подогревает интерес мужчины. Это очень круто работает, и мало кто из женщин это использует. Особенно, знаете, меня немножко удивляет, когда девушки говорят, Раслав, я познакомился с мужчиной на сайте знакомств, и он просит еще фотографии. И я удивлялся, когда, ну ладно, это одна девушка мне спросила, но когда многие девушки начали типа «А что это такое?» Я говорю, а что тебе сложно еще фотографии прислать ему? Тебе сложно прислать еще там какие-то видео, фотографии, если он просит. Конечно же, не интимного характера. Если он просит интимного, ну, если тебе-то интересно, блокируй. Но если он просит дополнительные фотографии, значит, у него есть желание понять, какая ты больше, иметь о тебе представление. И в этом ничего, он же не просит тебе переписать квартиру на его имя, или продать по типочку и подарить ему там последний айфон. Он просит фотографии, поэтому я рекомендую это делать, присылать дополнительные фотографии, и также в переписках использовать фотографии, видео. В моем понимании это положительно влияет на ваши взаимоотношения с мужчиной. Если ты хочешь более подробно разобраться, как влиять на сердце мужчины, на мозг мужчины, как правильно с ним взаимодействовать, при этом чтобы ты была счастлива, чтобы мужчина был счастлив, ваши взаимоотношения были классными и положительными, независимо от того, это сейчас твой поклонник, или сейчас это уже твой муж, или может быть это бывший мужчина, с которым у вас есть общие дети. Я считаю, что это круто, когда женщина умеет взаимодействовать с мужским миром так, что мужчины с удовольствием делают эту женщину счастливой. Это мы подробно разбираем на бесплатном онлайн-курсе «Мужчина. Честная инструкция». Прямо сейчас кликай по ссылке под видео и успей записаться бесплатно. Если это видео было полезно, прямо сейчас ставь лайк, подписывайся на канал, и до встречи в следующих видео. Пока!